11 против, 52 за. Вопрос краевого бюджета на следующий год был долгим и непростым. После того, как по итогу года этого регион недополучит миллиард налогов, в 2021 увеличат расходы. И эта необходимость никого не смутила. Общий объем доходов краевого бюджета предлагается в сумме 106,6 миллиарда рублей. Расходы в объеме 112,4 миллиарда рублей. Мы планируем предельно возможный дефицит 5 миллиардов и 727 миллионов рублей. Главный финансовый документ, как и прежде, социально ориентированный. Этому направлению отдадут 75 процентов бюджета. На медицину уйдет десятая часть расходов. Но, по мнению оппозиции, этого недостаточно. Мы рассматриваем бюджет, говорим о том, что в 2021 году мы будем с вами жить в чрезвычайной ситуации. Хорошо, отлично, давайте тогда. Мы надеялись увидеть бюджет, который бы отражал эту чрезвычайную ситуацию. Вы посмотрите на статистику смертности в регионе. В Алтайском крае она в полтора раза ниже, чем по России. Какие нужны доказательства в этом? К статистике сейчас в целом отношение скептическое. А вот нехватка врачей, оборудования, лекарств – реальность, в которой не сомневаются. Некоторые депутаты предложили перестраховаться и заложить на здравоохранение больше. Как увеличить госдолг, предложил глава справедливоросов Александр Молотов. Эту идею и другие, как, например, поддержку предпринимателей, адресную помощь нуждающимся, проработают ко второму чтению закона о бюджете. К тому моменту, уверен председатель КЗС Александр Романенко, депутаты смогут учесть и помощь со стороны федерации. Мы должны увидеть средства, которые пока не видим по доплатам детям. В этом году более 5 миллиардов рублей получили, пока мы их не видим. Классное руководство, инициатива президента 5000, мы их тоже должны увидеть. Ряд национальных проектов. Я допускаю, что это более десятка миллиардов рублей. По инициативе общественной палаты депутаты сегодня внесли новые поправки в закон о псевдобарах. Так, с января 2021 года на рынке останутся только те из них, где площадь зала не меньше 20 квадратов в селах и не меньше 30 в городах. И на этом работа не остановится. Учитывая то, что федеральный законодатель не определил нам право, которое давало бы возможность ограничить время продажи. Ведь больше всего жалоб поступает в связи с нарушением норм и правил после 23 часов. Также краевые депутаты приняли решение повышать выплаты и пенсии на 25% тем, кто работал в сельском хозяйстве 30 лет, вне зависимости от места проживания. Пенсионерам подняли прожиточный минимум на 501 рубль, а многодетным семьям придется привыкать к новым правилам предоставления земельных участков. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.